Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Я только что получил этот новый отчет центральных банков, который подтверждает все наши подозрения, о которых мы говорили в прошлых видео. Этот видеоролик можно считать продолжением вот этого выпуска, поэтому советую тебе посмотреть его после этого. Мы все время слышим, как эти центральные банки выступают и говорят, что экономика устойчива, рынок труда устойчив, и банковская система стабильна. Не нужно волноваться об этом, продолжаем повышать ставки. Какой банковский кризис? У нас есть программа BTFP, экстренного финансирования банков, поэтому все будет нормально. Но когда мы открываем эти отчеты, которые не попадают в СМИ, мы видим, что картинка не настолько радужная. Так что давай перейдем к докладу Банка Англии, который, на мой взгляд, соответствует тому, что мы видим в Европейском Центральном Банке, ФРС США, Австралийском Резервном Банке, Японском и так далее, и так далее. Давай пройдемся по этому отчету. Он называется «Обзор состояния кредитной системы Банка Англии за третий квартал 2023-го». И ты не увидишь это в главных СМИ, Синбиси, Блумберг и так далее. Скорее всего, ты увидишь это только на моем канале. Именно поэтому даже Всемирный экономический форум призывает правительство по всему миру сделать незаконной любую информацию из альтернативных источников. Так что я скоро стану вне закона. Отчет начинается со слов, что роль Центрального Банка заключается в поддержании денежной и финансовой стабильности. Этот отчет помогает Центральным Банкам понять, какова ситуация с кредитными условиями на рынке. Об этом часто говорит Джефф Снайдер. Я не буду показывать тебе целый час его интервью, но вкратце скажу, что он говорит о дефляционных деньгах, которые наполнили нашу экономику. Он не говорит о том, о чем говорят часто, про CPI, про индекс потребительских цен. Нет. Он говорит о кредитных условиях, о кредитном сжатии. Эти условия глобально ужесточаются в глобальной монетарной системе, и это очень большая проблема. Потому что это влияет на цены активов. Это влияет на глобальные дефолты и банкротства, которые будут расти. Это повлияет и на глобальную активность, которая продолжит снижаться. Мы видим эти заголовки. Один из крупнейших операторов недвижимости в Китае, Country Garden, объявил о дефолте. Или вот еще. Один из крупнейших игроков в китайской недвижимости, Evergrande, переживает настоящий крах, словно какой-то щиткоин. Это то, о чем все говорят. Но мало кто говорит о том, что происходит за этими заголовками. А происходит вот что. Ужесточение условий кредитования. Другими словами, у нас есть эти дефляционные деньги в рамках глобального банковского картеля в глобальной банковской системе. И это доказывается, например, этим. На этой неделе ФРС США забрала у банков еще одну чрезвычайную ликвидность на сумму 20 миллиардов долларов. За последние три недели ФРС выкачала из банковской системы 70 миллиардов долларов ликвидности. Такое впечатление, что они намеренно вызывают крах, как и в 2008 году. Прежде всего, они начинают с предложения. Доступность обеспеченных кредитов, сообщают кредиторы, для домохозяйств снизилась за три месяца до конца августа 2023. Ожидается, что в течение следующих трех месяцев, в четвертом квартале 2023, доступность обеспеченных кредитов для населения продолжит снижаться. Наша экономика устроена таким образом, что при ужесточении кредитных условий дефолты продолжатся и дальше, что приведет к повышению уровня безработицы. И это соответствует тому, что можно было бы наблюдать в экономике, которая либо двигается в сторону рецессии, либо уже в ней находится. Давай посмотрим на этот график и увидим, что произошло во время глобального финансового кризиса в 2008. Вот здесь, как и следовало ожидать, доступность кредитования для населения тогда резко снизилась. Но посмотри, когда это началось, еще в конце 2007 года. И тогда тоже говорили, что экономика устойчива, никакой жести не будет. И аналогичные условия по кредитованию мы наблюдаем сейчас, начиная с 2022 года. И сейчас тоже нам обещают, никакой рецессии, экономика устойчива. Подозрительное сходство. Иными словами, сейчас условия кредитования ужесточаются точно так же, как это было в начале финансового кризиса 2008. Это просто показывает, что элита этого мира просто-напросто лжет. Центральные банки лгут. Они в отчетах пишут правду, которую скрывают публично. Можно просто игнорировать то, что они говорят. Но нужно смотреть за тем, что они делают. А затем, я думаю, нужно просматривать эти отчеты, которые проливают свет на то, о чем они на самом деле думают. Что на самом деле происходит. И в чем они никогда не признаются основным СМИ. Доступность необеспеченных кредитов. Здесь та же история. Доступность падает. Однако здесь мы видим некоторые сходства с 2018 и 2019 годами. Я бы не придавал этому большого значения. Так как недоступность необеспеченных кредитов может проявляться и во времена, когда никакого финансового кризиса или рецессии не было. В отличие от недоступности обеспеченных кредитов, которая была уникальной для финансовых кризисов. Теперь рассмотрим спрос. Кредиторы сообщили, что спрос на обеспеченные кредиты на покупку жилья и перезакладывание ипотеки снизился в третьем квартале этого года. Таким образом, мы видим не только ужесточение условий кредитования, но и сокращение объемов кредитов. Что же это значит для денежной массы? Скорее всего, она продолжит уменьшаться. А если денежная масса будет снижаться, как же тогда можно поддерживать устойчивые темпы роста экономики? И опять же, я не утверждаю, что это хорошо или плохо. Просто так устроена наша экономика. Это долговая система. Поэтому в системе, основанной на долге, если скорость обращения денег не увеличивается существенно, если денежная масса сокращается, если объем кредитования сокращается, это значит, что экономика движется к рецессии. Это значит, что экономический рост будет сокращаться. Однако, с другой стороны, кредиторы сообщили, что общий спрос на необеспеченные кредиты несколько вырос. Итак, спрос на необеспеченные кредиты немного вырос, а на обеспеченные снизился. И это в значительной степени объясняется ростом процентных ставок, что привело к удорожанию ипотечных кредитов. Если смотреть на ежемесячные платежи, они кажутся неподъемными. Спрос на корпоративное кредитование малого бизнеса также остается неизменным. Но что интересно, что это всего лишь спрос. Это не означает, что он автоматически удовлетворяется. Ведь банки выдают кредиты все неохотнее и ужесточают кредитные условия. История для примера. Когда процентные ставки были около нуля, а ставки по ипотеке были невероятно низкими, у нас был идеальный заемщик. Он владел недвижимостью, которую сдавал и получал денежный поток. И он не смог получить кредит, даже имея соотношение суммы кредита к стоимости имущества в 40%. Так что даже если у нас, скажем так, исторически средние процентные ставки сегодня, это не означает, что малый и средний бизнес могут легко получить кредиты. Даже если они буквально умоляют про него. Теперь интересно то, что кредитные спреды сузились в третьем квартале этого года. Но кредиторы ожидают их расширения в четвертом. Что это значит? Это означает, что сейчас они видят немного меньшие кредитные риски, которые, по их мнению, увеличатся к концу этого года. То есть они опасаются дефолтов по кредитам. Это в свою очередь означает, что условия кредитования будут ужесточаться еще больше под конец года, а банки выдавать кредиты будут еще более неохотно. И при этом объемы кредитования продолжат падать. И это уже видно на этом графике. Кредиторы сообщают, что уровень дефолтов по обеспеченным кредитам домохозяйством вырос, а убытки по дефолтам в третьем квартале тоже начали расти. При этом ожидается, что оба значения будут расти и в четвертом квартале. Кредиторы сообщают, что уровень дефолтов по необеспеченным кредитам не изменился, но они отмечают, что в будущем этот показатель тоже будет расти. Особенно по кредитным картам. И если вспомнить, что происходит сегодня с покупательной способностью и студенческими кредитами, центральные банки явно ждут ухудшения по этим пунктам. Посмотри на этот график. Ожидание дефолтов. Это огромный скачок выше среднего, что показано оранжевой точкой. И особенно это касается обеспеченного кредитования, то есть, например, ипотек. Ты можешь увидеть на графике значительное снижение дефолтов в 2021 году, например. Именно тогда правительство раздавало всем свеженапечатанные деньги под очень низкий процент во время коронавируса. Но сейчас мы видим кредитное сжатие рекордных размеров. И этот тренд на дефолты и банкротства будет расти даже в 2024. Итак, этот отчет Центрального банка, это то, что на самом деле происходит, а не вот это вранье с телеэкранов, с главных СМИ. Мораль. Чтобы не говорили все эти центральные банкиры, нужно принимать это с долей сомнения. И понимать, что важнее всего обращать внимание на то, что они делают, а не на то, что они говорят. А затем наблюдать и изучать эти отчеты, которые выходят, которые помогают нам соединить все точки. Только так можно понять, что по-настоящему происходит с экономикой. И только так можно понять, какое именно решение они примут в будущем. Но меня зовут Богатейщий Ди. И не забудь посмотреть видео, которое с этим связано. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»